Каждый день в Светлой Седмице, как и в саму пасхальную ночь, вокруг храма после Божественной Литургии совершается крестный ход. Под колокольный звон, пение пасхального тропаря, чтение Евангелия, окропление святой водой и праздничного приветствия. Православные христиане прославляют Христа. Солнце отражается в брызгах и умножается наша радость, озаренная счастливыми улыбками и смехом детей и взрослых. Во всем этом мы выражаем свою веру, свою радость и свою любовь к воскресшему Христу. В крестном ходе приняли участие учащиеся русской православной школы, воспитанники детского дома Рождественский и юные казачата 18-й гимназии, а также юно-армейцы 98-й школы. Ребята вместе со своими педагогами специально приехали в храм в дни Светлой Седмицы, чтобы побывать на пасхальном богослужении. И маленьким, и взрослым было интересно побывать на литургии, узнать, что самая величайшая святыня, дарованная Богом человечеству, это святое причастие тела и крови Христовых, и что главное богослужение церкви, литургия, совершается ради Евхаристии. Православные христиане стараются не пропускать богослужения Светлой Седмицы. Вот и в этот день в храме собралось большое количество прихожан. Почти все причастились к святых Христовых тайн. Поэтому всех вас, дорогие, поздравляю с Пасхой Христовой. И ради сегодняшнего торжества мы не просто отвечаем воистину воскресе, а мы набираем как можно больше воздуха. И с радостью все вместе отвечаем на батюшкино поздравление громко, радостно, торжественно, по-пасхальному. После богослужения позвонили все в колокола. Посетили территорию Вифлеема, и желающие взрослые и дети смогли окунуться в купель в честь иконы Божьей Матери Всецарица. Прошли по территории казачьего хуторка. Детворе особенно интересно было побывать у вольера с кроликами, понаблюдать и погладить питомцев. В зале духовных бесед состоялся разговор о семейных ценностях, о важности воспитания мальчиков, о важности воспитания девочек. И, конечно, в год семьи были затронуты вопросы, как укрепить семью, как детям слушать родителей, о родителям Бога, мамам слушать своих мужей, а папам, как главам семьи, слушать Господа. В завершении встречи отец Александр подарил казачьему классу стяг «Спас нерукотворный», а всем участникам – святой Евангелие от Марка и иконочки Спасителя. Обязательно выучить молитвочку отче нашим. Христос воскресе. А самым маленьким достались в подарок куличи. Христос воскресе. Христос воскресе. Христос посреди нас. И есть, и будет. Христос воскресе.